И проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него, «Рави, кто согрешил, Он или родители Его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни Он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела, пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру!» Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из пленовения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие Его прежде, что Он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, это Он, а иные похож на Него. Он же говорил, «Это Я!» Тогда спрашивали у Него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза Мои и сказал Мне, «Пойди в купальню Силаам и умойся». Я пошел умылся и прозрел». Тогда сказали Ему, «Где Он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись Его, бывшего слепца, к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз Ему очи. Спросили Его также и фарисеи, как Он прозрел. Он сказал им, «Брение положил Он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И было между ними распря. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем, потому что Он отверз тебе очи». Он сказал, «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что Он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что он сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем». Или кто отверз ему очи, мы не знаем. «Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою, как отверст твой очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделать с его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». От века неслыхано, чтобы кто отверст очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «По грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал, «Верую, Господи, и поклонился Ему». Сегодняшний Евангелие повествует нам о том, как однажды Господь наш Иисус Христос исцелил слепого. Особенность данного события заключается в том, что этот человек был слеп от самого рождения. То есть фактически Господь не исцелил слепого, а даровал зрение человеку, родившемуся слепым. Кроме того, в отличие от многих других чудес, это чудо совершилось без просьбы со стороны самого больного. Здесь сам Господь проявляет инициативу. И потому каждый из нас может надеяться, что Бог видит наши скорби и обязательно поможет нам. Святитель Иоанн Златову спрашивает, почему Христос сразу не исцелил всех слепых, немых и глухих одним своим словом? И сам же отвечает, для того, чтобы в человеке проявилась его свободная воля и желание к исцелению. Человек должен сам пожелать быть исцеленным от Бога. Чтобы произошло чудо, человек должен дать свое согласие на Него. Бог не может вмешаться в жизнь своего творения насильно. Пока человек не пригласит его, Бог будет оставаться в стороне. Увидев слепого, апостолы задают вопрос, рови, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? При виде зла и страданий мы часто ищем объяснений, пытаемся найти виновного. Святитель Николай Сербский замечает, вопрос апостолов, кто согрешил, он или родители его, не лишен смысла, так как весь человеческий род – это единый организм, который на заре своего существования был заражен отравой греха. Своим ответом не согрешил ни он, ни родители его. Господь как бы оберегает своих учеников от осуждения слепорожденного, которые, как и многие другие люди, полагали, что если болезнь – это кара за грех, в таком случае слепота фактически является знаком того, что либо человек, либо его родители – грешники. Преподобный Исидор Пелусиот объясняет ответ Спасителя следующим образом. Христос своим ответом не согрешил ни он, ни родители его, опровергает, во-первых, мнение некоторых греческих философов о том, что душа может несколько раз перевоплощаться из одного тела в другое в зависимости от предыдущих грехов, а во-вторых, мнение иудеев о том, что дети наказываются за грехи своих родителей. Спаситель же показывает, что каждый наказывается исключительно за личные грехи. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Причиной страданий всегда является грех, но при этом грех никогда не может быть оправдан. Единственная правильная реакция – стремиться преодолеть зло, насколько это для нас возможно. Своим ответом Господь велит не судить, а милосердствовать. И даже в том случае, когда вроде бы осуждение наше справедливо, а факты подтверждают действительность, творя свой суд над другими, мы сами делаемся орудием дьявола. Один Бог знает меру вины или добродетели каждого человека. Мы же, осуждая кого-то, не только себя ввергаем в грех, но и вводим людей в соблазн, сбиваем с пути спасения. И это вменится нам в еще больший грех, большее отступление от Бога. Святитель Иоанн Златоуст предупреждает, мы должны быть бдительны и не осуждать других, но каждый день, прежде всего, испытывать свою жизнь и смотреть, в чем мы согрешили и что необходимо сделать доброго, чтобы быть угодными Богу. Весьма интересно то, что Господь исцеляет слепорожденного не просто своим словом, как Он это часто делал в подобных случаях, но помазывает глаза страдальца брением. Блаженный Феофилак Булгарский поясняет это так. Господь для того, чтобы исцелить слепорожденного, делает брение из земли, чем показывает, что Он есть Тот, Кто вначале из того же брения создал всего человека. После исцеления слепого происходит нечто необычное. Иудейские старейшины пытаются заставить исцеленного клеветать на Христа, признать, что Он – грешник, нарушивший святость субботнего дня. Почему иудеи отвергают Христа, даже видя столь очевидное чудо? Потому что люди очень часто склонны верить самым диким вещам, если они хорошо вписываются в их картину мира, и не верить своим глазам, если то, что они видят, их не устраивает. Это добровольная намеренная слепота. В сегодняшнем случае чудо Христа неизбежно означает суд. Оно вынуждает человека определиться, принять решение. Человек или становится верующим, как исцеленный, или окончательно закрывается в ожесточенном неверии, как книжники и фарисеи. Потому Господь и говорит, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». И чем более явные знамения Божьего присутствия человек отвергает, тем дальше он уходит во тьму, к точке полного невозврата. Поэтому важно искать не чудо, а зрение, открытых глаз и открытого сердца, сердца, способного видеть истину Евангелия и отзываться на эту истину покаянием и верой. Таким образом, в сегодняшнем Евангелии очень четко показан контраст между слепотой телесной и духовной. Слепорожденный смог разглядеть в Иисусе Христе Спасителя и поверил в Него. Зрячие же физически, но слепые духовно вожди иудейского народа не только не захотели признать мессианство Иисуса Христа, но и заставляли других отречься от Него. Точно так же, как и иудеи, мы тоже очень часто оказываемся духовно слепыми и не замечаем этого. Мы слепы к тому, что Бог посреди нас, в храме, вне храма, везде присутствует Господь, а мы живем, словно Его нет. Он рядом с нами, мы им дышим и не отдаем себе в этом отчета, приписываем себе жизнь, силу, ум, успех. Однако проходим мимо того, кто есть источник всего. Только Христос может нас исцелить, только от Него может быть прозрение и только от Него может быть жизнь. Но мы не видим этого, и Он проходит мимо нас. Нам надо научиться видеть в себе зло, которое делает нас недостойными даже человеческого звания, не говоря уже о том, что оно нас делает неспособными приобщиться к Божественной природе, что является нашим призванием. Кроме того, мы должны также научиться видеть в себе образ Божий, ту часть Бога, которую Он вложил в нас и которую мы должны не только уберечь, но и укрепить, и которую мы должны дать воссиять через подвиг всей нашей жизни. Начало прозрения человека в видении собственных грехов, своей немощи, и как следствие искреннее покаяние. Священномученик Петр Дамаскин пишет, «Когда ты увидишь собственные грехи, это и будет началом твоего прозрения». Если же мы этого не видим, это значит, что наши прозрения, к сожалению, только мнимые, и мы все еще остаемся слепы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok